Приветствую, приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корки. Просто поговорим. Всё, никакой политики, никаких политиков. Поговорим о нашем, о житейском. Сегодня приехал мой новый чемодан, мои хорошие. Чемодан. Это маленький чемодан для ручной клади. Вот такой, красненький, как я люблю. У меня, знаете, всегда вот такое что-то должно быть яркое, чтобы оно не терялось. Но, вы знаете, недостаточно быть просто ярким, потому что, ну, красные, вот у меня фиолетовый такой, лиловый большой мой чемодан. У меня большой он, да, а это я взяла вот такой аккуратненький, поменьше. Всё равно цвет повторяется, какой бы ты ни выбрал, хоть серо-буромалиновый. Он не один-единственный. Поэтому, что я делаю? Я всегда чемоданы как-нибудь помечаю. Интересно. Мой большой чемодан, он обклеен наклейками с коржиками. Совершенно разными. Вот прям весь обклеен коржами, весь. Этот чемодан я украшу ленточкой. Вот такой ленточкой. И тогда на вот этой штуке, поняли, да, всегда видно при получении, что, ага, вот это, значит, мой чемодан, понимаете, мой чемодан. Значит, где я беру эти ленточки? Ну, у меня всё просто, мои хорошие. У меня живо. Медальки. Видите? Медальки. Это медальки моих собак. В данном случае это ЮЦАС. То есть, это к юному чемпиону мы шли. Медалька юного чемпиона, да, кандидата. Юный чемпион, потому что, чтобы стать юным чемпионом, нужно было три вот такие медальки завоевать кобелём. Ну, или суки. И с этой медальки я использую ленточки. Всегда. Всегда. Итак, ленточку я отрезала. Теперь нужно придумать, где бы, где бы её привязать. Есть варианты. Можно привязать к ручке. Вот здесь. Вот здесь, в принципе, можно. Вот в этой части. Можно за вот этот замочек. Потому что здесь, видите, есть вот такие две штучки, дырочки. Видите? Вот. И, например, чтобы чемодан никто не расстёгивал, да, можно вот здесь через них продеть, например, да, что-то. И, знаете, так, опломбировать. Ну, как вариант, да, опломбировать чемодан. Ну, здесь, и сразу говорю, здесь есть кодовый замок. Можно вот так завязывать, видите? Вот, и тогда завязал ленточку. Это, наверное, сильно длинноватая ленточка. Здесь хватит, пожалуй, и на два чемодана. И на два. Потому что такие я штучки навязываю на всех сумках, на чемоданах. Вот такие ленточки, это прям вот мои фирменные. Знаете, я мало где такие встречала. Вот, ну, как вариант, за эту штучку, в принципе, неплохой вариант. Ну, давайте посмотрим, что у нас получится. Потому что какие-то замочки я не вешаю, а вот ленточку можно зафиксировать. Оп-ля. Смотрите. Оп-ля. Вот так. Сейчас я по размеру отрежу. И тогда, при случае, можно здесь продеть и завязать. Нет, понятно, что можно развязать, да? Но, но, во-первых, кто захочет возиться, ну, и потом это так, знаете, это чисто психологический момент. То есть, вы понимаете, если захотят чемодан вскрыть, то это все равно сделают. Слава Богу, что, как бы, на практике в современных нормальных аэропортах никто этим не занимается, да? Но, тем не менее, можно вот так фиксануть. Даже от случайного открытия какого-нибудь во время, там, погрузки, да? Мало ли, где-то там замок сдвинется или еще что-то такое. Вот такую ленточку можно зафиксировать, да? Завязать. Вот так завязать. Вот, и уже никуда не денется. Развязать тоже, в принципе, не сложно, да? Спокойненько, там, в конце концов, это не такая, там, проблема развязать. Главное, не навязывать 10 узлов. И не морских, да? Вот так вот, мои хорошие, вот так вот. Ну, только нужно размер подобрать. Сейчас. Так, а где у меня ножнички? Ага, ножнички. Один. Один. Ой. Один. Один момент. Ку-ку. А я тут. Итак. И отрезаем. Ну, вот так. И у нас, видите, еще есть кусочек ленточки. И вот так вот мы сможем завязать замочки. И потом развязать. Ты-дын. Такие дела. Чемоданчик у нас, ну, нормальная, обычная ручная кладь, хорошая, с колесиками. Все как положено. Вес 2 килограмма 300 грамм, что радует, что, в принципе, он не тяжелый такой. Более-менее. Потому что мой чумодан, он прям тяжелый. Я думаю, нам пригодится. Потому что, напоминаю, мы собираемся после окончания Аниной школы в итальянский тур. Кстати, мои хорошие, приглашаю всех, кто желает. Можете отправиться в начале июня в замечательный итальянский тур без ночных переездов. С тремя днями на побережье моря, на Теренском побережье. С посещением Рима, Венеции, Флоренции. С бесплатными экскурсиями и завтраками. Мне кажется, это очень классная идея. Особенно для любителей активного отдыха. Такого, знаете, культурного досуга. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Адрес, вернее, данный телефон турагента я укажу в описании к этому видео. И вы сможете вместе с нами путешествовать по Италии 10 дней. Стоимость там чуть меньше, чем 500 евро за человека. То есть, очень и очень и очень приятная. Так что, присоединяйтесь. Буду рада знакомству. Вот такие дела, мои хорошие, такие дела. А, кстати, у меня еще футболочка. Смотрите, видите? Новая футболочка. Это как раз тоже к поездке. Мы уже припарохляемся. Уже анютки заказала, футболочки, джинсы. Себе. Ну, знаете, вот это вот предтуристический такой шопинг. О, купальник. Девочки, я еще купальник новый заказала. Да. Закрытый. Ну, пришлось. Потому что мне эта война, знаете, наверное, десятком килограмм лишних легла на боках. Поэтому категорически закрытый. Но зато красивый очень. Очень красивый. На темно-синем фоне такие коричнево-золотые разводы. Знаете, ну, к платьичкам. Таким сарафанчиком. То есть, трусики и лиф отдельно. Ну, как сарафанчиком. Очень так элегантно. Ну, в общем-то, я думаю, смотрится это прилично. Ну, покажу вам. Покажу. Не сегодня, но покажу. Вот. Такие вот дела, мои хорошие. Такие дела. Так что мы все в таком подготовительном, знаете, треморе таком. Расскажите мне, куда вы планируете в отпуск. Понимаете? У каждого из нас своя жизненная ситуация. Я считаю, что в моем случае, в моем конкретном, моя задача, как матери, да, и гражданина Украины, жить своей полноценной жизнью. И, знаете, плевать в лицо этой войне и стараться держать, знаете, такой уровень для своего ребенка, чтобы она минимально ощущала все тяготы этого военного времени. Но так как мы не можем, для меня это невозможно покинуть страну, у меня здесь родители, которые категорически никуда не уезжают, у меня здесь животные, дом. То есть, если бы, знаете, вне какой-то критической, супер критической ситуации, мой выбор был в пользу того, что мы остаемся дома. Вот. Но, тем не менее, это не значит, что жизнь прекращается. Я считаю, что для меня это важно смотреть прямо в глаза будущим, верить, абсолютно верить в том, что Украина вернется к своей нормальной жизни. И мой ребенок должен отдыхать от этого нервного стресса, от этого ужаса. Вот. Поэтому мы очень стараемся с Аней все-таки отдыхать от этой войны в таком режиме хотя бы два раза в год, потому что у нее проблемы с давлением. У нее проблемы с давлением, начинаются головные боли, причем это ничем не купируется абсолютно, только с покоем. Вот только покоем, это уже проверено. Мы прошли все эти обследования. Ну и придя к этой мысли, не имея возможности, я же говорю, как бы, понимаете, полностью устранить источник проблемы, то мы вот нашли выход такой, какими-то ритмичными выездами к морю, да, в какую-то позитивную вот такую ситуацию решать вот этот вопрос со стрессом. Так что мы отправляемся в июне в путешествие. Без нас тут не шалить. И приглашаем вас с собой. Едем мы с турагентством Аккорд. Хорошее проверенное турагентство. Надеюсь, все будет хорошо, но есть нюанс. Так как это автобусный тур, то, конечно, много проблем возникает с наполняемостью группы. Не хотелось бы попасть в ситуацию, когда подойдет время, да, у нас группа не собралась, и это будет переноситься там на какое-то время или еще как-то. Не хотелось бы с этим столкнуться, хотелось бы, чтобы было все по плану, знаете, я такой тоже мне еще тот плановик, вот это вот, это я вот плановик. Вот поэтому волнуюсь немножко, конечно, потому что, знаете, как планы уже какие-то свои построил, а плюс, опять же, нужно заранее купить билеты во Львов и обратно. То есть вы же понимаете, да, а на это тоже нужно время, в последний момент уже могут возникнуть проблемы. В общем, есть много нюансов вот этих, я переживаю очень о них, вот, поэтому, мои хорошие, присоединяйтесь, присоединяйтесь, соберем группу, точно махнем, махнем. Это будет классная поездка. Покупайте себе чемоданы, такие, ну и не только, вот, и поедем покорять Италию по следам президента, по следам президента, да. Ватикан тоже посетим там, поговорим с папой, глаза в глаза, расскажем ему, что мы о нем думаем. Ну, шутка, шутка, но, тем не менее, тем не менее, так что, мои хорошие, погнали, увидимся.